В Казани открылся научно-исследовательский центр дерматологии на базе клиники СЛ. Аппаратное лечение кожных заболеваний. Псориаз, экзема, витилиго. Клиника СЛ. Телефон 205-7154. В прямом эфире программа «Актуальный разговор» на телеканале «Татарстан-24» в студии Ирина Лебедева. Здравствуйте. Тема нашего разговора сегодня очень злободневная, очень актуальная «Осторожно! Родинка». Звоните нам по телефону прямого эфира 511-99-66 или на бесплатный номер для регионов 8800-532-55 и задавайте свои вопросы. А сегодня у нас в гостях эксперты в вопросах здоровья и красоты кожи. И не только. Руководитель клиники СЛ, заслуженный врач Республики Татарстан, доктор медицинских наук, профессор КГМУ, эксперт программы «Жить здорово и здоровье» Жабоева Светлана Леонна. Добрый вечер. Ну и, конечно же, Светлана Леонна пришла не одна. Сегодня с нами врач-дерматовенеролог высшей категории клиники СЛ Анна Левушкина. Добрый вечер. Рада вас приветствовать, тем более, что тема очень актуальная. Я очень рада, что сегодня рядом со мной компетентные эксперты в этом вопросе. И я обязательно попрошу их рассказать о новых трендах в области современной дерматологии. Также мы поговорим об инновационной диагностике, лечении и профилактике. Итак, начнем все-таки с того, что людям наиболее привычно, наверное, с меланомы. Это один из видов рака кожи. По крайней мере, многие телезрители, когда мы сделали анонс этой программы, спрашивали именно об этом. Итак, что же это за такие плохие родинки, на которых стоит обратить внимание? Может быть, есть диагностика какая-то, человек самостоятельно может протестировать, как при раке молочной железы, да, женщина должна себя обследовать. Может быть, существует все-таки какая-то диагностика, с которой вы поделитесь? Или все же в этом вопросе нужно доверить изначальную диагностику специалисту, который уже профессиональным взглядом посмотрит, оценит и какое-то лечение возможное предложит и так далее? То есть, вот все-таки в первую очередь хочется, Светлана Леонна, у вас спросить, можно ли действительно умереть от плохой родинки или все не так опасно? Ну, вы знаете, действительно, меланома, а именно большинство людей подразумевают под раком кожи меланома, потому что это название на слуху. К сожалению, рак кожи – это не только меланома, но и большое семейство других онкологических заболеваний кожи. Но почему так страшно меланомам? Потому что развитие меланомы, оно очень стремительно. И, к сожалению, летальность, смертность от этого заболевания, она тоже очень велика. К сожалению, на первый план среди онкологических заболеваний сейчас выходит именно рак кожи, меланома. Еще несколько лет назад мы боялись рака груди, рака кишечника, рака легких. А сейчас врачи мира констатируют о том, что самая распространенная именно смертность от онкологического заболевания меланома. Поэтому весь мир, медицинский мир, уделяет сейчас большое внимание диагностике меланома. Вы правильно сказали о том, что люди, тревожась, начинают либо искать у себя какие-то новообразования, либо, к сожалению, есть такие, которые считают, что их это не коснется. Самим поставить себе диагноз невозможно. Для этого существуют специалисты, врачи-дерматологи, врачи-онкологи. Но каждый человек, если он здравомыслящий, если он заботится о себе и о своих близких, он обязан все равно оценивать свою кожу. И если появились во взрослом состоянии новые родинки, а чаще всего надо обращать внимание, конечно, на родинки, хотя надо сказать, что меланома бывает и бесцветная. Но если появились новые родинки, если новообразования стали меняться в размере, или же появились какие-то новые ощущения в виде зуда, в виде шелушения, мокнутия, кровоточивости, не нужно откладывать, нужно срочно идти на прием к врачу-дерматологу или онкологу. И несмотря на то, что специалисты компетентны в этом, все равно для того, чтобы поставить правильно диагноз, существует еще и ряд современных диагностических аппаратов. Мы об этом, наверное, сегодня тоже поговорим, потому что только знаний, только глаза врачу недостаточно. Нужно однозначно диагностическое оборудование, и даже удаление еще должно подтверждаться гистологическим исследованием. Поэтому не паниковать, а уверенно, с надеждой идти к врачу-дерматологу для того, чтобы развеять свои сомнения и страхи. Светлана Леонна, несмотря на то, что кожа является достаточно большим органом и самым доступным, казалось бы, для людей и для докторов, все же действительно необходимо уделять большое значение именно диагностике. И, насколько я знаю, по крайней мере раньше, когда мы приходили к специалистам, к зерматологам, они смотрели при помощи какой-то специальной лупы и так далее, более, скажем так, крупно рассматривали розинку, очертания и так далее. Сегодня медицина, конечно, шагнула далеко вперед, и, насколько я знаю, мы люди читающие, очень много информации о том, что даже миллиметр уже какого-то образования может многое рассказать нашему доктору, доктору, которому мы приходим к дерматологу. Так вот, хочу у вас спросить, что это за оборудование, что оно позволяет сделать, и сколько занимает по времени это обследование? Да, действительно, сейчас появились новые диагностические аппараты, в частности, аппарат PhotoFinder, который позволяет увеличить образование, визуально увеличить в 140 раз. Для примера надо сказать, что, например, обычный дерматоскоп, которым врач смотрит на приеме, увеличивает всего лишь в 10 раз, а PhotoFinder — от 20 до 140. И именно это позволяет увидеть образование на самых ранних этапах. Но помимо этого у PhotoFinder есть программное обеспечение. То есть сейчас весь мир движется к такой компьютерному облаку, к каким-то компьютерным новаторствам. И вот благодаря этому программному обеспечению возможно сопоставление и сравнение с мировой базой данных, гистологически подтвержденных анализов. И аппарат помогает врачу в диагностике, помогает дифференцировать, помогает обратить внимание на то, что на это образование следует, скажем, посмотреть более пристально. И еще при помощи аппарата PhotoFinder впервые стало возможно создать паспорт кожи. То есть если мы говорим о том, что мы, например, имеем в своем арсенале различные анализы ультразвукового исследования, томографии, и мы можем сравнивать, то вот в дерматологии раньше такое было невозможно. А сейчас, имея паспорт кожи, можно ежегодно, возможно, раньше, если есть какие-то подозрения, анализировать и сравнивать состояние. 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 Какие произошли изменения, появились ли новые родинки. И это делает не только врач, но еще и компьютерная программа, что во много раз делает эти исследования более достоверными. Ну и, пожалуй, наверное, Анна Евгеньевна, я задам вам вопрос, поскольку вы практикующий дерматовенеролог, к вам приходят ежедневно специалисты. И вот, насколько я знаю, прямо перед программой буквально мы разговаривали с Светланой Леонной, я узнала информацию, что только за прошлую неделю обнаружилось 4 злокачественных случая. То есть на ранней стадии сможем помочь. Причем абсолютно случайные находки. Люди не подозревали. Но мы призываем всех заниматься диспансеризацией. И знакомых или пациентов, которые пришли к нам на другие процедуры, в качестве бонуса предложили им пройти обследование. И о ужас были обнаружены злокачественные образования. Очень важно, почему, собственно, я и хочу, чтобы вы насторожили наших телезрителей, чтобы все-таки люди не ориентировались на свои собственные ощущения. Там мы можем осмотреть свою кожу. Нам, кажется, эта розинка вполне нормальной. А для доктора это сразу сигнал к дальнейшему обследованию. Поэтому вот все-таки расскажите тоже о том, как увидеть, как, вернее, правильно принять решение. То есть прийти к врачу и, несмотря на свои сомнения, все-таки довериться, чтобы специалист посмотрел. Это важно. Безусловно, самообследование – это очень нужная и важная вещь. Потому что именно пациент может сам заподозрить какие-то подозрительные родинки, увидеть у себя на коже. Есть даже такой синдром гадкого утенка для самообследования. Это когда пациент смотрит абсолютно на все свои родинки. И если какая-то из них отличается, вот она выделяется из общего фона, она именно будет гадким утенком. И это как раз повод обратиться к дерматологу. У нас есть звоночек в студию. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к нашим гостям. Вот если у ребенка, например, у меня вот ребенка 7 лет, и как-то я заметила в одно время, что у него много, периодически появляется прям партиями много новых родинок. Они никаких, ну, никакого удивления у меня не вызывают. Форма у них вроде как нормальная, маленькие родинки, но их много, прям разом появляется. Это повод насторожиться или для ребенка это норма? Если у взрослого тоже так же, это норма, потому что у него взрослого у человека тоже в семье появляется. Естественно, я беспокоюсь. Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Мы сейчас постараемся на него ответить. Ну, наверное, про детей расскажет Анна Евгеньевна, а я расскажу про взрослых. У детей родинки, они появляются с возрастом. Это, конечно же, нормально, но обязательно нужно следить за этими родинками. Они не должны быстро расти, они не должны менять быстро свою форму, свой цвет. Но и все-таки будет правильно обращаться к дерматологу. И вот как раз Светлана Леоновна говорила про паспорт кожи. Будет наиболее правильно сделать паспорт кожи и уже сравнивать фотографии, которые сделали, например, год назад и в данном случае. И мы сможем отследить динамику. Становятся они больше или они точно такого же размера. Вот правильно сказали про паспорт кожи. Раньше не было такой возможности. Естественно, у нашего поколения нет таких данных про паспорт кожи с детства. Сейчас же, когда появилась такая возможность, я призываю вас делать своим детям и близким паспорт кожей. Для того, чтобы они на протяжении всей жизни могли анализировать появление новых родинок. А я обещала вам ответить про много родинок у взрослых. Вот большое количество родинок у взрослых – это прогностический, не очень хороший вариант. И это повод для того, чтобы более тщательно наблюдать за изменениями этих родинок. Просто так врач на приеме вряд ли сможет уследить за появлением новой родинки, если у вас их много. И вряд ли может запомнить все родинки и, опять же, отследить изменения какой-то из многих родинок. Поэтому именно картирование тела, которое сохраняется в электронном виде, в базе данных, которое можно потом анализировать, сравнивать с последующими картированиями, то есть диагностикой, выявление различий по цвету, по размеру, сигнальные такие данные о том, что появились новые, они прямо на карте другим цветом программа выделяют для того, чтобы врач не пропустил и обратил внимание, что вот эта родинка новая. Еще раз говорю, когда очень много родинок, это очень важный повод для того, чтобы за ними наблюдать. Они могут быть доброкачественными, но чем больше родина, тем больше вероятность о злокачествлении. Поэтому призываю вас обследоваться. Это норма цивилизованного человека. Я еще также хочу предостеречь наших телезрителей, чтобы вы также разъяснили. У многих такой сложился стереотип, что я не загораю, поэтому у меня не может быть рака кожи, я у меня белая кожа, я никогда не бываю на солнце. Вот все-таки хочу тоже об этом сказать, потому что ведь солнце, оно не дает, многие загорают и не имеют рака кожи, а многие и без этого имеют рак кожи. Вот об этом тоже, что вы ответили. Ну, надо сказать, что наше поколение, в отличие от наших старших родителей, большее время находимся на солнце. Мы больше выезжаем. Наши дети уже с детства получают более агрессивное солнце. Опять же, наш тип кожи более светлый по сравнению с людьми, которые адаптированы генетически к более активному солнцу. Поэтому у белокожих точно так же и даже в большей степени может развиться меланома кожи. Вы согласны со мной, Анна Евгеньевна? Да, конечно. Еще так же хочу очень важную тему поднять, поскольку мы в начале программы говорили о том, что кожных заболеваний достаточно много, и это не только меланома. Все-таки хочется узнать по поводу лечения именно хронических кожных заболеваний, такие как розоцея, акне, купероз, пигментные пятна. Сегодня ведь они тоже поддаются очень хорошо и успешно лечению. Вот об этом тоже можно немного рассказать. Рассказывайте, а я добавлю. Достаточно много кожных заболеваний хронических, которые сейчас мы можем успешно лечить с помощью лазерных технологий. В частности, IPL-терапия очень хорошо лечит розация и акне. Также есть такая достаточно новая методика – это фотодинамическая терапия. Суть этого метода в том, что наносится на кожу специальный фотосенсибилизатор, и этот фотосенсибилизатор накапливается в патологических очагах. Затем ставится лампа, которая имеет две длинные волны. Благодаря этим волнам активируется фотосенсибилизатор и происходит высвобождение активного кислорода. За счет этого повышается иммунитет кожи, и как следствие многие кожные заболевания очень хорошо поддаются этому лечению. А я хотела бы добавить, что современная дерматология претерпевает очень бурный эволюционный рост. Надо сказать, что в мировой стандарт лечения большинства дерматологических заболеваний входит в светолазерные технологии. И если ранее они были недоступны по разным экономическим причинам, то сейчас все это можно получить, качественное светолазерное лечение, в том числе в Казани. Потому что все международные варианты лечения сейчас есть в клиниках Казани, дерматологической клиники в научно-исследовательском центре. И для этого не обязательно ездить за рубеж, все можно получить здесь, в Казани. Так, например, эффективное лечение псориаза стало доступно при помощи эксимерного лазера. Витилиго, которое раньше вообще не лечилось, и люди с Витилиго отчаялись, то сейчас все это доступно в клиниках, там, где есть эксимерный лазер. Поэтому обращайтесь, интересуйтесь, а мы следим за всеми новинками и внедряем их. У нас есть звоночек в студию, вы в прямом эфире. Добрый вечер, слушаем вас. Говорите, слушаем вас. Добрый вечер, слушаем меня, да? Да, да, да. Да, я хотел вот что спросить. Ну, вот у меня есть такая проблема, очень большая, не будут занимать время. Хотелось бы обратиться, я уже 10 лет пытаюсь хотя бы по месту жительства, но туда прихожу, там сидит девчонка, я не знаю, врач ли она вообще, потому что я понимаю, что я больше знаю, чем она. И там не то, что дерматоскоп, там лупы нет, и никто не смотрит, и желания смотреть нет. Так и уходишь. И вот уже 10 лет я не могу никуда приткнуться, а, может быть, вы посоветуете, как к вам попасть или еще куда, где действительно хотя бы соответствует ваше знание, вашим словам. Потому что на деле я не могу найти никакого непонимания, общения, невнимания. Интересуйтесь в интернете, где нас найти, и мы приглашаем вас на диагностику и лечение. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что среди наших телезрителей... Мы обязательно вам поможем. Обращайтесь к нам. Ваш телефон у нас остался, и мы обязательно свяжемся с вами. Стараемся помочь. У нас остается буквально 2-3 минутки, и все-таки хочется спросить у вас, если у пациента обнаружилась патология, требуется операция и так далее, какая реабилитация его ждет? Он надолго выпадает из графика своего рабочего? Или это можно сделать сегодня в условиях стационара или дневного стационара? Как-то достаточно быстро. Да, конечно. Удаление на ранних стадиях возможно, опять же, безболезненно, без реабилитации. Если это маленькое образование, то, соответственно, иссечение маленькой площади не останется рубцов и следов. Все лечение можно получить в одном месте, от диагностики до лечения и реабилитации. Важно своевременно определить это образование, потому что, к сожалению, на тяжелых стадиях с метастазами летальность очень высокая. Поэтому берегите себя и обследуйте, обращайтесь к врачам, не бойтесь этого. Иногда приходят пациенты, у которых явный диагноз, но на предложение убрать, может быть, это страх, но начинаются отговорки, что я боюсь, что у меня будет рубец, я боюсь, что у меня потом запигментируется. Не об этом нужно думать. Нужно думать о жизни своей, для себя и для своих близких. Также у нас остается буквально полминуточки. Хочется уделить внимание и доброкачественным новообразованиям, о которых мы, конечно же, говорили сегодня, но все-таки, что тоже стоит за ними наблюдать, не стоит оставлять их без внимания. Обязательно нужно наблюдать за доброкачественными новообразованиями в динамике, и как раз аппарат PhotoFinder в этом нам помогает. И также удалять доброкачественные новообразования мы также можем в рамках дневного стационара, и благодаря современному оборудованию даже не остаются следы эрупции. А гистологически подтвержденный диагноз о том, что это доброкачественное образование, успокоит ваши все сомнения? Да, любого пациента успокоит, и правда. У нас получился очень конструктивный сегодня с вами диалог. Я думаю, что мы были полезны нашим телезрителям. Один звоночек мы принять не успели, у нас заканчивается прямой эфир, но мы свяжемся с вами обязательно. Мы ответим на ваши вопросы. Да, я еще раз благодарю Светлана Леонна вас лично, что вы пришли к нам в студию и разъяснили нам эту серьезную тему. Ну и, конечно же, вас, Анна Евгеньевна. Я думаю, придете к нам еще. А нам хочется много чего еще рассказать. Я думаю, что да, вы обязательно придете, и мы поднимем еще очень важные темы, касаемые нашего здоровья, нашей кожи. Спасибо, что были с нами. Это была программа «Актуальный разговор». В студии была Ирина Лебедева. До встречи. Спасибо. В Казани открылся научно-исследовательский центр дерматологии на базе клиники СЛ. Аппаратное лечение кожных заболеваний. Псориаз, экзема, витилиго. Клиника СЛ. Телефон 205-7154. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова